22 июня 1941 год. Ещё с утра страна проснулась под мирным небом. Как вдруг по радиоприёмнику передали, что без всякого предупреждения германские вооружённые силы атаковали Советский Союз. Жестокая и кровопролитная война длиной в четыре года унесла миллионы жизней, в том числе и наших земляков. В этот день копичане ежегодно собираются у вечного огня, чтобы почтить память погибших героев. Скорбим о тех, кто ценой своей жизни выполнил священный долг в защите нашего государства. Вечная им память. Начало Великой Отечественной войны по сей день вспоминают со слезами на глазах. Отец Галины Радаевой ушёл на фронт в 41-м и погиб под Ржевом, когда ей было всего три года. Так, конечно, для меня всё. Я до сих пор не могу, даже кино не могу смотреть. Вот песни он поёт, а я стою и плачу. Так вот. Галина Владимировна переживала те события в голодном тылу. Маленькая двухлетняя девочка, как и все дети войны, выросла в страшных условиях. Мама рассказывала. Мама работала вообще без выходных. Утром уйдёт, вечером придёт. Мы её вообще не видели. Мы сами были предоставлены. На улице воспитывались. Ни пить, ни есть. Слышим где-то что-то, запах какой-то. Подойдём туда, ревём, ревём, ревём. Кто-нибудь выйдет. Ай да, Галенька, я тебя накормлю. Ой, нет, 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 я только ела. А у нас ничего. Шаром покати, ничего не было. Чтобы нынешние мальчики и девочки, живущие под мирным небом, помнили о том, какой ценой досталась победа, для них провели пешую экскурсию в сквере «Павших героев». Я узнала, что копичане шли на войну, не боялись сражаться за Родину. За Россию можно и умереть просто так. Цветы мы кладём в память о наших людях. Это показатель того, что мы их не забываем. В войну копичане сражались не только по всей линии фронта, но и трудились в тылу. Так, за годы войны в Краснознамённом земляки добыли 16 миллионов тонн угля. А воевать ушло больше 11 тысяч жителей Копейска. Половина из них остались на полях сражений. Во время Великой Отечественной войны наши земляки демонстрировали невиданные образцы мужества и героизма на всех фронтах и во всех видах войск. Это и легендарный комбат Семён Васильевич Хохряков, и лётчик-истребитель Иван Михайлович Глухих, и боец стрелкового взвода Иван Васильевич Васильев. Своими знаниями охотно делимся с молодым поколением, чтобы они были достойными славы их отцов, дедов, прадедов. И действительно, никто не забыт. С памятной даты прошло уже 77 лет. Каждый год по всей стране в этот день тысячи людей выходят на траурные митинги, скорбят и помнят о наших героях.